Добрый день, меня зовут Илья Кузнецов, я занимаюсь интеграцией наземной и облачной и в том числе хотел бы рассказать о том, что можно писать в качестве Java-заработчика для CPI, какие адаптеры. То есть не только пользуемся ресурсами системы, которые представляют нам всякие UI-сервисы и общепринятые лежащие наверху сервисы, но и что можно прокопать глубже и получить интересного, написав свои адаптеры или хотя бы понимая, как все устроено. В июне этого года у нас был открытый вебинар номер один, и давайте я пока по нему пробегусь и прокомментирую несколько минут, чтобы понять, чтобы связь восстановить и контекст с предыдущим вебинаром. Вот здесь вот на ссылке в этой в ютубе, она будет у вас расшарена в материалах, есть полуторачасовая с лишним запись видео, и давайте я вкратко по презентации той пробегусь, чтобы рассказать, что такое было в июне, а потом мы перейдем к сегодняшней теме. Итак, я рассказал, что у нас есть Camel, в рамках которого есть Enterprise Integration Pattern, ну и что касается разработки адаптеров, надо понять терминологию стандартную камеловскую, которая отличается от саповской. В нашем случае, когда мы говорим об отправителе и канале Sendry, в терминах камела это консюмер. Затем идет какая-то обработка, и затем сообщение поступает каналу получателю, саповскому, приложению получателю, и в терминах камела это продюсер. Код консюмер и продюсер, это, соответственно, сендер и ресивер. Поскольку CPI основан на камеле, то нам проще в терминах камела говорить. Есть в камеле какие-то цепочки обработки, процессоры, консюмеры, продюсеры. Есть понятие Message Exchange Pattern, он определяет синхронное сообщение, асинхронное. И все коммуникационные каналы в Кэмеле представляют собой длинный URL, который ссылается на некоторую схему обработчик, некоторый контекст пасс, как вот здесь вот видим, с номером 2. Да, кстати, пожалуйста, напишите в чат, видно или нет мой экран, на всякий случай, чтобы я лишнего не говорил. Ага, все, идем дальше. Вот, и так, коммуникационный канал это длинный URL с параметрами и некоторой схемой. А адаптер в терминах CPI или компонент в терминах Camel это обработчик вот этой схемы файла или какой-нибудь SAP-другой схемы, проприетарной с точки зрения CPI и так далее. Я также в тот раз показывал, как развертывать среду разработки, некоторые описания есть, в видео это изложено, там вы посмотрите, кому интересно. И самое удобное, что SAP нам предложил, он сделал Mavin плагин, в котором генерация адаптера по умолчанию сделана средствами Mavin, а не Eclipse. Потому что это на самом деле большой шаг вперед, SAP вывел куски функциональности, которая задействована в генерации и компиляции адаптера из IDE, собственно, в одной из промышленно используемых способов компиляции в Mavin. Конечно, это очень жалко, что не Gradle, ну, хотя бы то, что есть. И в видео там про это что-то говорится. Если мы создадим проект по умолчанию, получим такое дерево. Ну, и дальше мы, когда создали компонент... А, извините, я оговорился, забежал немножко вперед. Вот этот вот способ создать проект по умолчанию, это еще не CPI проект, это просто Camel-овский компонент. И когда вот мы такие команды делаем без всякой IDE и без SAP-овских каких-то соображений, а просто используя Mavin, мы получаем Camel-овскую структуру вот такую, в которой от SAP-а ничего вообще нет. И надо понимать, что адаптер CPI – это, по сути, Camel-компонент, который завернут в мозги бандл и снабжен дополнительными метаданными. Плюс снабжен какими-то API для взаимодействия с платформой. Вот. Мы можем разработать Camel-овский компонент, протестировать его. Мы знаем, что в CPI используется Apache Camel 2.17.4. И таким способом мы можем начать разработку компонентов для CPI, не используя CPI, а просто в Camel-е написав какую-то функциональность базовую, без сервисов CPI. Так, минутку. Кто-то пишет что-то. Так, сейчас выключу лишнее. Подождите, пожалуйста. Так. Затем нам надо перейти к SAP-проекту. Для этого мы должны сгенерировать адаптер средствами Eclipse, но он тоже будет частично генерироваться через Mevin, частично Eclipse добавит туда свои возможности. Так, что мы тут. Ну, давайте. У нас в основном сегодня будет показ, обсуждение вживую и прочее, чтобы не рисовать больших презентаций. Я поэтому решил, что проще сделать вам документацию, которую вы выложите и которую вы сможете использовать. Так, минуту. На вебинаре номер один было показано, как развернуть Eclipse, как поставить SAP-плогины и прочее. То есть, вот этой документации просто рассказано, что как вам надо создавать новый проект. Заходите в перспективу Adapter Development, Adapter Project. Ну, и я вот такие вот вводил параметры. Сейчас все это пересоздавать не буду, потому что велика вероятность ошибки. И это бессмысленно, на мой взгляд. При наличии документации проще в нее смотреть. То есть, мы создали проект. После этого... Так, вот когда создали проект... У нас слева появилось в Project Explorer какое-то дерево с нашими Java-файлами и с прочими метаданными. Что надо сделать в первую очередь? Как и сказано в документации, по умолчанию протокол создается subsample, и он во многих местах там виден. И, в принципе, он не может быть металлизован на вот этом первом экране создания проекта. Его приходится выкашивать из созданного шаблона вручную. Если мы даже посмотрим... В содержимое... Так, минуту. Да, ну ладно. На словах поясню. То есть, стандартный плагин для генерации КМЛ-компонент был дописан сапом, и вот этот вот subsample вкорячен туда прямо хардкодом. Он создается во многих местах, плюс его версия этого обработчика протокола 1.0 тоже захардкожена в нескольких местах. И вам придется протокол заменять на свой собственный и версию проверить по мере разработки руками. Нет централизованного способа введения и смены этих версий. То есть, в нашем случае, когда мы закончили вебинар номер один, я оставил вот такие вопросы на следующий вебинар. Валидация метаданных. Сейчас мы про нее поговорим. Клауд-коннектор для наземной кофеварки. И сквозной пример с таким протоколом, который... Это протокол шуточный для управления кофеваркой. Так, значит, что-то другое. Другая, может быть, аббревиатура. Вон, РФЦ. Как-то там... Да, вот. Вот такой вот протокол. Ну, и я планировал написать для него ресивер-канал в терминах PR. И вот такие открытые вопросы записал. Сейчас вот мы посмотрим, что из этого вышло. Вышло не все, но хотя бы я вперед продвинулся, о чем вам и расскажу. Так, эту презентацию закрываем. Я назвал обработчик протокола для нашего примера вот так вот, CPI-CF. И, соответственно, стандартный subsample надо заменить на CPI-CF во многих местах. А именно. Сперва мы заходим в метаданные. Есть некоторая путаница, что метаданные раскиданы здесь в пяти местах, получается. Есть метаданные в каталоге метадейта. И есть в исходниках, как ресурсы. То есть, если мы проект по умолчанию откроем, то вот этот вот метадейта, это, насколько я понимаю, это самые оригинальные метаданные. Ну, вернее, так, для меня вопрос открытый. Какие из метадатых XML в исходниках или в слэш-метадейта оригинальные, а какой копируются? К сожалению, плагин мавиновский для сборки саповских адаптеров поверх кремовских компонент, он несколько замороченный, недокументированный. И чтобы разобраться, как он работает, его приходится просто декомпилировать и смотреть, и пытаться понять по ошибкам, что он от нас хочет. Есть стандартное руководство, которое я прокомментирую по разработке адаптеров. Оно вот выложено. Наверняка, те, кто интересовался этой темой, в него смотрел. И не все здесь так просто понять. Плюс есть несколько блогов на SDN, блог сапкорп, блог сапком. Ну, ладно, не буду открывать. Они в разной степени устаревания содержат то достоверную, то устаревшую информацию. Поэтому еще в этом трудность, что нет сквозного документа, который бы все описывал. Ну и так, мы смотрим в это руководство, смотрим, может быть, в какие-то блоги и руководствуем со здоровым смыслом. И открываем метаданные и правим стандартный пример так, чтобы получилось то, что нам надо. Вот это вот CPI-кофе, это подставит мариновский плагин, который создает CPI-ный именно адаптер по умолчанию, потому что, вернее, согласно введенными нами информации вот здесь вот, то есть вот здесь вот это имя компонента и package, оно будет использовано. Вендор подтянет, версию 1.0 захардкодит, это подтянет, соответственно. Ну и дальше тут будет еще большой набор данных сендора, который не нужен в нашем примере. Я его выкинул. То есть вот этот вот вариант с ресивером, я его оставил. Плюс все гуиды сделал более-менее по порядку, чтобы было видно. Там они все рандомные. Об этих элементах мы попозже поговорим. То есть в нашем примере есть только ресивер, который будет из CPI-я обращаться в некий кофейник и что-то делать. Так, давайте пока, чтобы вы не очень заскучали, вкратце посмотрим, что у нас такое кофейник. Есть некий код на котлине, который прикидывается минимальным обработчиком для кофейника. То есть у нас это будет HTTP-сервер, который, ну, скажем, по вот этому адресу развернут. Я туда отправляю что-то, какое-то содержимое постом. Так, смотрим, что у нас не так. Ладно, сейчас на другом хосте посмотрим. Итак, на вот этом хосте развернут самописный какой-то HTTP-сервер, который потом будет переделан, возможно, именно в протокол этой кофеварки. Мы туда отправляем какие-то заголовки. Отправляем содержимое, просто пока для трассировки. И видим PIMON 2020 кофепот с этого слушателя. Так, это, вернее, это клиент, а не слушатель. То есть компьютер, с которого я сейчас отправляю этот запрос, вот его адрес определился именно таким. Какое-то приложение содержимое, заголовки просто видеть, чтобы, что там такое. И время по Гринвичу. И мы из CPI точно так же будем это все слать. А именно. Как только мы задеплоили наш CPI-адаптер, я немножко забегу вперед, у нас в CPI-адаптерах появится вот этот вот CPI кофе. Ну и для того, чтобы его задеплоить, вот сейчас вернемся назад к нашей нити повествования. Нам надо, первое, это создать метаданные, убрав из шаблона по умолчанию все лишнее. Метаданные состоят из следующих блоков. Всякие имена компонентов и namespace, это понятно. Затем вот этот вот вариант, это как раз либо сендер, либо ресивер. Их могут быть, конечно, два, и сендер, и ресивер. Для него вот понятие input content, output content, я не понял, что означает, как это транслируется в камеловскую семантику. В общем, оставил все как есть. И потом пошли визуальные элементы управления. Вот эта вкладка connection, она, соответственно, вот здесь, если вот мы сюда в свойства адаптера зайдем, вот эта вкладка connection, и у нее два поля ввода. Адрес сервера, куда мы стучимся, вот здесь вот у нас развернута кофеварка по этому порту и этому ресурсу. То есть именно на похожем ресурсе я сейчас вызывал в Postman. И location ID это способ указать клауд-коннектор, если мы хотим, чтобы соединение шло не через интернет, а через прокси. То есть согласно документации на клауд-платформе, у нас есть возможность приземлять вызовы из облака на землю, и делается это именно через клауд-коннектор. Итак, вот у нас есть кофепот URL-сеттинг. Мета-данных это, соответственно, вот эта вот атрибут, это группа атрибутов, и вот этот текст, и это ссылка на атрибут кофепот URL. Здесь ниже, в атрибут метадейта, мы уже пишем какие-то детали по этим атрибутам, то есть один и тот же атрибут можно использовать много раз, внизу в атрибут метадейта определив его один раз, а из вкладок ссылаясь на него несколько раз. Ну, здесь какие-то тексты, значения по умолчанию, длина, типы и так далее. Я не во всем этом разобрался. Вот, и как дополнительное поле я решил смотреть еще, указывать security материал, security параметр. В мониторинге у нас есть security материал, здесь можно ввести логины, пароли и прочие, CPI-щики все это знают. И вот я его решил указать и читать его свойства. То есть наш интеграционный поток будет вот такой вот. Мы из POSMAN будем по вот этой веточке вызывать наш кофейник по интернету. То есть он пойдет вот так вот без клауд-коннектора. Вот здесь видим, клауд-коннектор не указан. А вот здесь вот веточка с двойкой на конце пойдет через клауд-коннектор. Вот этот вот кофейник, он установлен на другом хосте. Потом посмотрим. Ну и здесь я его в один и тот же компонент воткнул, эти две стрелочки, чтобы не плодить кубики. Итак, вернемся еще немного к метаданным, проговорим. Как понять, что у вас эти метаданные соответствуют схеме? Схема SAP-ом нигде не выложена, но поковырявшись, как обычно, декомпилировав и разобрав мавиновский плагин из Eclipse, из вот этого, вытащив схему, все оно там на поверхности лежит. То есть вот есть вот компонент метадейта XSD. Ну и, соответственно, обязательно вам его достать и посмотреть. Может быть, где-то он и выложен, но я не знаю, искать это невозможно совершенно по отдельным интернетовским узлам. То есть эта схема, формальная XSD-схема. Мы берем наши метаданные, ассоциируем... Так, где тут ассоциирует у нас... Ага. Вот, ссылаемся на нее. Ну, она сюда куда-то прописывается. Дальше жмем валидацию. И дальше мы должны увидеть, что все хорошо. Если мы дописываем какие-то кусочки, которых не было в шаблоне, то мы в валидации должны сами себя проверить, убедиться, что все в порядке. Ну и идея именно такая. Вот. Итак, метаданные мы прописали, но теперь нам надо в коде будет еще поправить и еще в нескольких местах. Первое место это... Вот здесь вот в ресурсах, в метаинформации. Вот имя этого компонента, имя этого файла должно соответствовать схеме CPICF в нашем случае. По умолчанию оно это subsample. То есть мы здесь называем файл CPICF, в документации я это указал, и ссылаемся на наш класс, который обработчик этого компонента. У нас будет четыре класса. Первый самый это компонент. Компонент Camel это то, что обрабатывает URL. То есть у нас вот есть строчка длинная со всякими параметрами. Если мы вот этот вот интеграционный поток скачаем в виде файлика, в виде его определения, сейчас я вспомню, это из-за здесь или из-за антайма надо. Значит, из-за антайма минуту. Вот, если мы скачаем определение времени выполнения, антаймовское, то у нас будет blueprint.xml, в котором будет вот наш URL, который получился для такого варианта, то есть это протокол CPI-CF, некий FOO, который никак не используется. И дальше пошли наши параметры точь-в-точь, как вот мы их здесь определяли в графическом виде. То есть вот он, вот такой URL, вот он здесь есть, или другой URL вот здесь есть. И мы должны для вот этого схемы написать компонент Camel, который обрабатывает эту схему. То есть вот этот вот CPI-Coffee компонент, этот файл вообще сгенерирован автоматом, мэрвиновским Camel плагином, ну, который переиспользован SAP. Здесь я ничего не трогал. Наверное, здесь можно вот здесь где-нибудь в конструкторе что-нибудь дописать, там какие-то мудрые вещи, но мы сейчас будем по-простому делать и не заморачиваться. Потом, консюмер, который генерится, мы вот сейчас его вообще никак не используем. Я здесь выкосил все лишнее. Мне здесь ничего от него не надо, потому что наш весь обработчик, он на стороне ресивера, то есть продюсера. Так, продюсер. Вот здесь я немножко подописывал. Вот здесь есть метод процесс, стандартный из дефолт продюсера взятый. И, наверное, вот здесь, может быть, должно быть вот так вот. Не знаю, почему оно не сгенерилось так. Пока уберу. Который на вход поступает экченж. Экченж кремловский, это такой контейнер, у которого есть вход и выход, и он знает, какой миссис экченж паттерн. То есть вот это вот одно исходящее сообщение и одно входящее, они организованы в некий экченж контейнер. И именно он приходит на вход процессу, вернее так, извините, приходит, конечно, входящее, уходит исходящее, и это вот все в этом классе экченж представлено. Если мы сюда провалимся, ну, он большой такой, стандартный, где-то здесь есть get in, вот это входящее сообщение, потом есть get out, там и так далее, все это тут, это все кремловское. И для того, чтобы вам это все понять, нужна вот эта вот книжка Kreml in Action. Ну и здесь я беру некоторые вещи, а именно поступившее сообщение сюда, то, которое из посмана поступит, то есть это get body, мы, получается, вот то, что из посмана отправили по любой из ветки, оно придет сюда, вот этот адаптер и в канал. И то, что из посмана отправляем, это будет, ну, давайте я его переобзову. Так, как это тут у нас делается, я уже забыл. Это будет body. Потом у нас будет URL. Так, ничего не сломалось, не сломалось. URL у нас возьмется из endpoint'а, сконфигурированного в канале. Для того, чтобы он взялся, этот endpoint, если мы видим вот здесь вот в 45-й строчке, это у нас CPI Coffee Endpoint. И он тоже один на всю нашу разработку. То есть, как компонент 1, так endpoint 1. В этом endpoint'е мы определяем те куски, которые у нас есть в Camel'е. Как компоненты вот здесь вот, вот этот CoffeePot URL, Secure Param, Location ID и так далее. Вот это вот все Camel'овский способ описания. А когда мы лезем в метаданные, и вот здесь вот что-то корячим и называем это все, это SAP-овский способ описания, который нужен только для визуальности, для всяких красивостей. И даже более того, у Camel'а есть способ описания всех этих метаданных в виде нжейсона красивого, но SAP его не использовал, и вот в таком виде приходится избыточно и многословно описывать это в виде XML. ну, в общем, так сделано было. Если мы дальше будем смотреть Endpoint, мы должны, вот все, что мы в метаданных описали, как красивые поля ввода, вот здесь вот, эти все с всякими текстами, описаниями и прочим, мы должны, как и OryParam, сюда вытащить и наделать на них сеттеров и геттеров. Ну, в Eclipse и в любой нормальной IDE это практически моментом делается. Все остальное я взял по умолчанию, только вот здесь вот стал кидать exception, что нету CPI кофе-консюмера, чтобы у нас сендер случайно не создался, чтобы не было ситуации, когда мы пытаемся что-то прочитать из кофеварки, как сендером. Вот, и вернемся к нашему продюсеру, что он у нас будет делать. Вот сюда мы попали, когда сообщение вот сюда пришло в этот коммуникационный канал. Мы прочитали, что нам пришло, прочитали URL, куда надо отправлять, прочитали location ID. Дальше я тут сделал вам небольшой пример согласно документации, который не заработал, как в документации сказано. Так, минуту. я решил прямо по этому мануалу пойти. Вот тут сказано, как прочитать ресурсы через полукамеровский способ. Вот это вот, я с этим вообще никак не смог разобраться, полчаса потупил и в итоге переделал просто наявочный способ, который читает обычный через get-класс и get-resource stream. То есть у нас вот здесь есть файлик, вот он такой вот, мы его будем читать, это просто как заготовку я для себя на будущее сделал, чтобы потом не вспоминать, как это все делать. Вот этот способ наверняка тоже как-то работает, раз Camel это умеет делать. Тут есть некоторые нюансы, смотрите, в чем. Когда мы создаем наш адаптер, он получается в виде ISA файла. Естественно, вам, чтобы разобраться, как писать адаптеры, и мне тоже, я обычно всегда беру что-то стандартное или то, что можно скачать, и изучаю это все. Декомпиляция в Яве обычно идет на ура, и наш компонент, он, наш адаптер, который мы будем делать, это будет ISA файл, а внутри у него есть Camel компонент, который есть. В данном случае это адванковский компонент. И вот здесь мы видим, так, здесь у них ресурсов наверное нету никаких, но сейчас я тогда в свой перейду. Ага, смотрите, в чем нюанс. Вот что в разработке пиарешных адаптеров обычных наземных, что в CPI очень много завязано на систему сборки. Ну, как мы все знаем, вот написать какой-то код, всякие такие input stream и там connection и прочее, это все достаточно просто. Потом надо как-то зависимости перед этим еще все скачать мавином или чем-нибудь, а потом самое сложное это все собрать и задеплорить. И вот тут очень много нюансов. Мы поместили сюда ресурс в каталог ресурсов, но чей-то код, я не знаю, саповский наверное, кидает это в meta-inf и он появляется вот именно в этом пути, в meta-inf. Поэтому я себе на будущее запомнил, что вот это вот работает, с данной системой сборки вместе. Если написать свой какой-нибудь Gradle плагин, как это в FIGGRAPH коллеги делают для разных CPI вещей, то может быть здесь можно было бы сделать нормальный каталог ресурсов, сюда что-то покидать и так далее. Вот эта стандартная система сборки, она именно вот так работает, и я себе этот рабочий способ здесь сделал. Дальше вот здесь у вас есть пример, который вы можете использовать для себя, и в документации он описан. Допустим, что мы хотим прочитать логин, пароль, который у нас задеплоен, и который указан в коммуникационном канале. То есть вот здесь вот у нас есть пользователь PIMON 2020, вот он у нас здесь задеплоен, если мы его посмотрим, у него description есть, логин мы видим, я его так вот юзер обозвал, чтобы была разница с названием credential, ну и есть какой-то пароль. Как это деплоить, вы все наверняка знаете, кто CPI пишет, и вот этот код у нас будет, если указан user credential, то его читать и выводить. Ну и дальше пошло собственно соединение с кофеваркой. Первый вариант, самый простой, наивный, прямо в лоб написанный, просто стандартный JDK 8 используется. О, еще очень важно, сейчас пока не забыл, по умолчанию шаблон создается с Java 1.6, то есть вот здесь вот у вас компилятор будет Java SE 1.8 1.6 в стандарте. Я у себя файлик где-то это отметил, вот, что Prime Class Path можно просто заменить вот здесь 1.6 стандартный на 1.8 ну и здесь у вас соответственно должен появиться 1.8 потому что runtime у нас в CPI везде 1.8 в документацию тут некий разнобой где-то сказано 1.8 где-то 1.7 где-то 1.6 что-то такое тут было здесь вот восьмая по-моему да, восемь поправили а дальше седьмую оставили когда-то была седьмая ну а Mavin генератор вообще шестую генерит в общем это полнейшая ерунда ну чтобы вас вам не забыть я это оговорил в документе да, еще раз мы используем сервисы стандартной платформы то вам надо сюда в dependencies это в документации нормально хоть описано накидать приходится вот плохо что Mavin они не качаются наш наш бизнес это продавать решения а сделать нормальный Mavin внешний сервер это очень трудно поэтому в документации сказано что вы руками сюда все подложите скачайте хотя все это можно было бы через Mavin выкачать и все бы автоматом это по идее это должно быть в шаблоне указано включая с этими версиями с обновлениями но приходится все это руками делать и вот вот эти вот две библиотеки вы должны руками подложить в ресурсы так где они здесь ну в файловой системе они находятся в ресурсах просто их в Eclipse не очень так видно если вот я сюда зайду вот они я их руками сюда выложил сослался в пом xml и дальше для того чтобы вам наяве это все писать естественно надо вот здесь вот build path воткнуть все руками через add jar прям заходите сюда 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 ну здесь вот они в ресурсах были потом потом как я add jar сделал они пропали вот чтобы видеть у себя на стороне получателя по какой ветке идет соединение я тут воткнул некий заголовок постовский ну и дальше вот мы этот респонс заполняем и выводим в ответ давайте сейчас демо некоторое посмотрим как это работает без клауд коннектора если у кого-то есть вопросы то поднимайте руку или пишите в чат чтобы сразу их ответить у нас еще примерно минут полчаса это ну минут 40 точно есть ну отдельное время для вопросов ответов тоже будет ну вдруг кому-то что-то проще сразу пояснить итак давайте я еще раз убедюсь что у меня на сервере оно работает без всякого CPI не работает сейчас минуту оживим это просто линуксовая машина вот она мне ответила что-то мой айпишник как-то по роутингу получившийся и если вот я сейчас зайду на эту машину через SSH у меня у меня тут есть файлик CPI CF сейчас вот он с таким с восклицательными знаками давайте чтобы видеть что что-то меняется так вот воткнем вот 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 это все появилось и вот здесь появилось это просто для некого персистенса смотреть сейчас здесь нет никакого CPI пока еще и мы когда а да давайте соберем из деплоем адаптер потом я еще некоторые нюансы поговорю вот здесь вы все это написали у вас там все компилируется жмете execute checks и должно сказаться что проверки выполнены успешно сейчас я это все удалю дальше мы говорим что хотим собрать адаптер сейчас запускается мэвин и можно те кто умеет естественно могут просто зайти в каталог проекта написать мэвин выполнить ну и все оно соберется тесты выполнится чтобы сейчас с тестами не париться я все тут взял и выкусил весь этот стандартный тест компонент конечно это неправильно ну и так вот у нас ESF файл собрался и мы теперь можем его задеплоить либо можно зайти вот в такую перспективу в CPI и тут щелкнуть в tenant сказать deploy выбрать адаптер ну это мы на первом вебинаре разбирали выбрать этот ESF файл и задеплоить ну и второй вариант это вот по этой менюшке здесь прямо deploy адаптер тыц и понеслась душа в рай так вот он задеплоился и теперь давайте вот вызовем наш кусочек вот этот URL будем без двоечки вызывать стандартный вот то есть вот этот самый верхний путь пока пойдем напишем 1247 текст так вот несколько раз и нажмем так ресурсы мы смогли считать вот это вот это взятое из ресурсов адаптера вот вот это вот файлик просто потом у нас обнаружен security материал pimon 2020 у него вот есть этот логин а ну пароль давайте я покажу тут в чем дело продюсер сейчас это я поправлю при следующем диплоре должны увидеть вот юзернейм у нас он возвращает строку вот здесь а пароль возвращает массив чаров поэтому нам чтобы пароль увидеть надо обернуть его string и мы потом его увидим и потом у нас есть некоторые креденшал property которые мы видим в нашем случае это вот такие вот сейчас я их покрасивее выведу то есть у нас есть имя нашего security материала pimon 2020 оно соответствует вот этому потом кто задеплоил с какого IP оно вот вернее это имя артефакта ну я не знаю там между ними какая разница вот это логин это когда задеплоили пароля здесь нет естественно если у нас используется если вот мы хотим создать какой-нибудь юзер креденшал у него есть тип open connectors или success factors если вот мы сюда это компания идей воткнем ну я пока не буду деплоить деплоиться то эти дополнительные property они вот сюда появятся ну и вот этот вам кусочек кода который тоже будет выложен это просто как пользоваться сервисами платформы для того чтобы там либо логировать как в документации там сказано либо вот получать логин и пароли либо что у нас еще есть есть способ визуализировать свои endpoints не знаю мне вот интересно попробовать не очень понятно вообще как это будет работать потому что в стандарте только хттпшные саповские показываются Вадим Климов в прошлую неделю в пятницу показывал как остальные endpoints вытягивать возможно они для того чтобы они вытягивались надо вот так вот их визуализировать но это естественно для сендеров для консюмеров аутентификация это для тоже для сендеров консюмеров не знаю ни разу не пробовал и мне это очень интересно потому что если мы хотим чтобы наш CPI прикидывался кофеваркой то нам надо именно сендер задеплорить трансировка явно должна работать я вот это вот соответственно продемонстрировал вот это тоже должно работать ну и вот с этим у нас там возникли некоторые проблемы сейчас о них будем говорить то есть вот вот этот кусочек кода у нас выполнился и мы видим вот это данные security материала а вот это вот уже пошел ответ от кофеварки которая находится в линуксе то есть вот если вот в этом линуксе посмотреть так сейчас вот этот вот вызов 1247 вот это вот он как раз и был если я сейчас сделаю еще раз вызов 1251 вот он у меня сейчас здесь видите появляется и это уже его ответ именно написанного ну тут на котлине я немножко изучал вот этот вот есть такой фреймверк кто у него тут в данном случае два ресурса первый это get обработчик который hello world а второй это пост обработчик по адресу cpicef по ресурсу который определяет что ему пришло определяет какие заголовки пришли время выводит вот этот pimon 2020 кофепод всякую шнягу выводит и еще записывает файл cpicef txt вот вот файлик вот где-то вот 12.51 и это мне просто удобный отладчик для того чтобы все это видеть и здесь соответственно тоже вот этот текст предоставлен уже линуксовым чайником кофейником вот и это уже прошло по ветке вот такой вот через интернет потому что здесь я в этом линуксе разрешил файл чтобы из интернета эти запросы приходили и все работало соответственно потом мне стало хотеться сделать уже нижнюю ветку и тут возникли конечно нюансы как всегда поначалу все у нас идет так же затем мы определяем клауд коннектор что у нас указан клауд коннектор что такое клауд коннектор напомню у нас есть такая виндовая машина где-то торчащая в саповском ресурсном облаке в котором установлен клауд коннектор я в принципе мог его воткнуть себе на ноутбук но мне проще именно так было делать то есть это виндово это ява приложение крайне легковесное которое я думаю все вы умеете его ставить если там вам нужна помощь поэтому можем как консалт помочь либо либо я вам лично могу объяснить что и как ну и здесь я взял и решил это вот даже не как HTTP а как просто TCP некое соединение сделать в котором виртуальный localhost ну тут что я пробовал разные варианты указывал и виртуальные имена и физически резолвивающиеся именно в случае с настройкой с настройкой Cloud Connector мэппинга вот здесь проблем нет то есть если мы ткнем проверку соединения оно работает и вот здесь вот у меня тоже локально этот кофейник тоже тот же самый код который в Linux и он тоже задеплоен работает там если апостом сюда ну собственно он у меня и вот здесь вот вот здесь именно тот же самый виндовый кофейник вот он и виден и с ним проблем нет с с раздачей его через Cloud Connector тоже проблем нет но проблема достучаться до него из облака смотрите что я обнаружил и как это все могу вам рассказать вот здесь вот указано какие зависимости указать для соединения с Cloud Connector сервером ну все просто достаточно дальше мы должны получить его свойства где он находится ну как мы помним если мы из облака лезем на землю то у нас возможны два способа первый это вот как вот по первой ветке чтобы просто земля слушала нас и было открыто соединение а второе через Cloud Connector и мы тогда в облаке должны куда-то через прокси что-то сложить а наземный Cloud Connector периодически лезет туда и что-то это на землю доставляет то есть это reverse invoke прокси подробности вдаваться не буду там надо будет спрашивать в Q&A сейчас я тогда поясню если кому-то не ясно и вот здесь в коде у меня есть отдельная веточка на это все то есть если у нас указан здесь вот в 95 строчке Location ID некий в теории вообще можно соединяться с Cloud Connector через пустой Location ID но мне так неудобно было отдельные чекбоксы городить и все это логику усложнять поэтому я так вот условия сделал мы выводим в лог вот здесь вот вот по вот этому второму нижнему маршруту мы выводим Location ID и выводим данные прокси вот здесь вот 11 12 строчки то есть у нас есть некоторая API вот здесь вот в этих строчках со 115 по 125 и это целиком цельно тянут вот отсюда вот отсюда вот мы можем определить контекст Cloud Connector вот это вот возможно меня смущало что вот здесь и здесь оно должно быть синхронно в документации в нескольких местах сказано по-разному про Cloud Connector и его облачную часть раньше писалось что это SOX 5 прокси теперь пишется что это HTTP прокси и возможно мне вот потом я смогу добиться чтобы через SOX 5 или через HTTP мой пример работал то есть вот здесь вот мы этими строчками определяем что в облаке такое Cloud Connector с точки зрения клиента CPI и мы видим что у нас прокси находится прямо на той же рабочей ноде это порт это порт 200003 который по умолчанию сказан в документации и у него есть свойство дополнительное это технический код саб-аккаунта в документации сказано вот не вот это и вот а в документации на сам Cloud Connector который к CPI не относится в общей документации по платформе сказано что чтобы соединяться с Cloud Connector из облака нам надо использовать его как SOX 5 прокси с очень сложным таким логином и пустым паролем для нео-серваков для Cloud Founder и там немножко по-другому ну и видимо сейчас это все немножко переделали и по факту в этой документации сказано что прокси является HTTP и нам надо использовать вот такой вот заголовок в HTTP соединение SAP Connectivity SCC Location ID специальный служебный по которому произойдет опознавание соответственно я тут это себе вытаскиваю посмотреть что такое Cloud Connector с точки зрения облака потом смотрю что у меня в Java Properties как обозначен HTTP прокси тут есть некоторый разнобой потому что вот это вот это прокси это видимо форвардный прокси через который я иду вот когда по первой ветке идет соединение из CPI в интернетовский кофеварку вот это соединение несмотря на то что здесь никакой location ID не указан но оно проходит через форвардный прокси вот этот прокси и 8080 это именно соединение из CPI в интернет а облачная часть Cloud Connector она находится соответственно вот здесь вот ну и в коде если это посмотреть я это все ввожу и дальше сделаю соединение делаю прокси типа HTTP вот это вот это у нас localhost это 200003 дальше вот здесь вот я для него никакого ну логин о паспорт никакого не указываю мне кажется что для HTTP наверное все таки их надо как-то замешивать вот этот вот технический код саб-аккаунта и Location ID возможно и здесь как-то их указывать ну я сделал все по документации вот этот вот указал Location ID здесь в документации используется несколько другой клиент Apache для того чтобы делать именно точно так же это надо зависимости все тащить а я уже не успевал подготовить такой пример не знаю вот возможно такой способ заработает и тогда я подгляжу как когда это заработает через вот этот вот тут есть класс такой Apache если вот его загуглить то вот из этого клиента можно как-то он параметры Default Proxy умеет вытаскивать возможно где-то в окружении у Apache клиента какими-то прократиями указан логин пароль и это опознавание возможности выхода через Cloud Connector тут работает возможно в этом примере в моем наивном примере через просто JDK это не заработало то есть если мы посмотрим вот здесь вот у нас идет 403 ошибка и в логах Cloud Connector я их тут вытаскивал заранее у нас сказано что access denied он то ресурс CPICF на local хосте на 8080 и в общем тут где-то на стыке облачного и наземного частей Cloud Connector либо в указании правильного способа вызова из CPI где-то это что-то неправильно прописано ну хотя бы вот один способ проброса вызова заработал я думаю что со временем сделаю и второй способ вот что я хочу еще сделать и что здесь даже в документации не описано но я поговорил с разработчиками первое что есть многие сервисы не заэкспозированные не опубликованные через IT-API то есть наш стандартный способ это у нас вот этот IT-API фактор через него мы можем какие-то сервисы платформы получать а у нас есть вообще очень много еще всяких интересных штук которые можно либо через бандлы OSG получить как это Вадим рассказывал либо второй способ есть всякие API недокументированные можно через них попробовать пойти что меня интересует так это вот например установка блокировок то есть допустим что мы хотим вот когда работает файловый адаптер то они здесь появляются когда GMS работает тоже появляются мы хотели бы для кофеварки тоже свою блокировку пока она варит кофе на стороне CPI установить чтобы новые запросы не принимать и вот я бы это тоже хотел изучить потом что тут из открытых вопросов было на прошлый раз это вот валидация метаданных тут есть такой нюанс который меня пока смущает и он следующий есть два вида метаданных есть CMD компонент метадейта CMD они там в классах так прямо указаны и эти метаданные они вот прямо вот это вот и есть метадейта то про что я говорил как это валидировать и править и так далее здесь у нас есть такая кнопочка сгенерировать blueprint метадейта если мы сюда зайдем то тут уже будет кремеловский blueprint со всякими бинами и во всяких блогах указаны интересные очень штуки то как тут все это можно делать но появляется такая проблема что когда мы сгенерировали эти blueprint метаданные после этого у нас проверка проекта не проходит он говорит что обычные что blueprint нет ссылки на blueprint в компонент метадейте документации это сказано так где-то то ли в документации то ли в блогах я не помню но сейчас я вам покажу в чем дело сказано что да все так и должно быть потому что мол вы вот здесь вот должны вот так вот прописать ссылку из cmd компонент метадейта на bmd на blueprint метадейта и вот здесь вот я в этом ресивере красивом графическом должен сослаться на собственно на код здесь вот это вот такая вот референс компонента есть и тут она есть когда генерируется вот здесь вот а может быть вот здесь ну неправильно генерируется может быть тут надо править ну поэтому не сказано и в общем я долго с этим бился потом я в итоге удалил и стал работать без этого а потом полез в те адаптеры которые мне доступны типа адванковских и вообще нигде блупринт метадейта здесь вот этой ссылки я долго их искал не нашел и для меня вот это вот непонятно все-таки блупринт метадейта насколько нужны не нужны и как сделать чтобы эта проверка эта ссылка из cmd на bmd работала то есть вот первое что я хотел бы это как пользоваться всеми сервисами платформы в том числе может недокументированными через OSGI либо API какие-то скрытые второе это вот разобраться с этими метаданными хотел бы это наверное будет у нас на следующий вебинар ну и с Cloud Connector то что третье не заработало тоже ну тем не менее по сравнению с первым вебинаром июньским какой-то прогресс есть вот давайте я перейду к ответам на вопросы и поднимайте руки если кого-то надо размьютить или пишите в Q&A сейчас вопрос Артема Онищенко пробовал ли ты деплоить стандартные кэмовские адаптеры в CPI нет не пробовал поначалу у меня было много мыслей на эту тему да соответственно там платформа богатая много очень всего есть в Кэмеле во-первых Кэмел Саповский он достаточно старый 2.17.4 и это даже такого Кэмела толком нету есть 2.17.3 и 2.18 то ли 0 то ли 1 то есть если мы вернемся вот в ту ссылку которую ты Артем говоришь и посмотрим ее по той версии которая Кэмела есть в CPI то там ну всякие твиттеры фейсбуки что-то полезное конечно есть но надо для всего этого писать обертки метаданные и потом еще окажется что логин не передать просто так что надо все равно править исходники я долго эту мысль крутил смотрел кто-то на SD не кажется в блогах такое делал но я понял что мне вот честно говоря больше всего раздражает даже не то что адаптеров мало а то что в эклипсе надо писать и я бы все-таки хотел это на IntelliJ IDEU и на Gradle все перевести сделать процесс сборки понятным и тогда тогда уже можно стандартные Кэмелловские либо свои собственные адаптеры писать очень легко мы видим что это тут по сравнению с API сделан огромный прогресс и все гораздо проще стало в API вообще собрать свой адаптер в NVIDIA и правильно все заделать это очень муторно особенно там для других коллег это потом раздавать поддерживать это ужас какой-то здесь по идее уже все стало намного проще но все равно не все хорошо то есть вот если сделать ясное описание как писать адаптеры как собирать там все сделать понятным процесс написания то там уже не важно стандартные это адаптеры или свои все остальное будет просто и в общем ответ нет стандартный в итоге решил не делать и решил потратить время на изучение просто как это все устроено внутри и как писать как все сервисы сейчас Илья я тебя размьючу подожди все Илья привет меня слышно да я слышно в общем вопрос следующий у меня два вопроса первый приходилось ли тебе разбираться с версионированием адаптеров на уровне CPI вот например как версионирование происходит у саповских адаптеров то есть там тогда когда мы видим что можно даже разные версии выбрать через интерфейс то есть например ситуация какая то есть допустим продакшен адаптер у нас вот версия 1.0 по умолчанию мы там делаем патч 1.0.1.2.3.4.5 хоть до бесконечности когда у нас изменения на бэкэнде а допустим у нас критическое изменение на UI как я заметил когда деплоится адаптер изменения в рантайме автоматически не будет вызвано и соответственно если мы хотим проделать миграцию делать это только руками да я к такому же выводу пришел что либо скачивать определение этого написать какой нибудь мигратор можно руками ну такой полуавтоматический то есть есть у нас определение нашего интеграционного потока есть простыня это BPMN простыня здесь где-то есть ссылки на версию адаптера и для нестандартных адаптеров ну вот как это в PI было тоже так же там для стандартных адаптеров есть некоторое определенное поведение для лукапов например для там всяких выборов средств поиска и прочее я думаю что в CPI сделано точно так же эта миграция только для какого-то подмножества адаптеров сделана и у меня это тоже были мысли на этот счет но решения нету понятно и второй вопрос насчет логирования логов тоже пришлось с этим адаптером в продакшене немножко повозиться например есть вот есть абстрактный адаптер у которого внутри используется HTTP клиент возьмем JT например какая-то проблема с хендшейком либо еще что-то нужно дебаг логи проблема номер с CPI в умолчании логирует только error проблема номер два я хотел как раз спросить есть ли возможность на уровне CPI адаптера как-то пробросить настройки логов думаю нет тут либо вот ты разобрался или нет как можно с файловой системы вытащить стандартные адаптеры Вадим Климов много на этот счет прокопал я все хочу найти исходники не исходники вернее а джары то есть сами ESA мы наверное найти не сможем в таком виде оно там разбирается ну это как эти ER в PI они при диплоре разбираются на кусочки у меня есть задумка вытащить это хотя бы с файловой системой по кусочкам посмотреть что там можно сделать наверное стандартного проброса логирования скорее всего не будет легкого да потому что когда это на девелопмент системе это ладно я взял тот же самый клиент поменял в интерсепторе уровень логов на error соответственно и там как бы это работало а вот когда это нужно отлогировать например на QA системе либо дай бог на продакшене получается здесь блоки да конечно слушай а ты вот это с Cloud коннектором разобрался или нет с таким среди нет к счастью не приходилось к счастью только на облаке но здесь я думаю что насколько видел ты использовал native ну стандартное java api мне кажется по-любому там какая-то мелочь будет пропущена достаточно одну настройку пропустить и будут проблемы поэтому мне кажется и попробуя с клиентом возможно оно взлетит да я вот думаю что стандартное посмотреть декомпилировать и может быть найдется там все это как это делается вот меня смущает что это стал HTTP прокси еще недавно это везде SOX писался как-то он моментом сменился и номер порта тот же самый 2003 как наверное надо какую-то действительно учесть еще нюанс скорее всего с именем пользователя или с паролем что-то связано еще ну как-то они должны передаваться но не на самую конечную систему то есть там быть проброс должен быть как сказать в общем Cloud Connector он отвечает за обмен он не отвечает непосредственно за эту аутентификацию аутентификация должна проходить на target endpoint да там есть проброс аутентификации нормальный тут именно как это в облачной части прокси этого реверсного пойти дальше себя да кстати у тебя был вопрос так можно сказать не нам но насчет метадата метафайла метаданных вот мы на продакшене использовали обычный подход не через мейван почему потому что через мейван там когда я смотрел мне получалось так или иначе сбилдить гибко нужную версию там требование было такое что адаптер должен работать в разном окружении то есть грядет релиз пятой версии платформы на CPI когда он будет кстати говоря страшили говорили что должен был быть еще в январе этого года только сейчас отложили неизвестно насколько и адаптер должен бесшовно работать соответственно в рантайме Camel 2.17 2.4 2.17.4 сейчас да и который там будет 2.25 хотя может они сейчас решат на третий и нюанс в том вот в следующем если посмотреть на metadata.inv в общем этого GI бандла то там валидация на версии будет стоять от 2.17 до 2.18 не включая это есть по умолчанию все делать я помню ага это точно то есть приходится в руками ну пока что это можно конечно скрипт написать но для пары апдейтов это было влом как-то делать менять на write bounds на 2.25 тоже такой неудобный момент и решил в общем сделать через Eclipse но при этом работаю в идее то есть сам адаптер собирается в идее потом просто джарник в том же самом проекте переносится в другую папку из которой уже через Eclipse просто одной кнопкой собирается сам адаптер и так вот к чему в метаданных там вот если откроешь свой Eclipse вот файл метаданных это стандартный для ADK то есть я так понимаю что в случае мэйвена с исходником по идее должен являться краски файл метаданных в сорцах а файл метаданных в папке метадата это таргет хотя по мне немного странно как бы здесь можно легко перепутать ну можешь посмотри попробовать если делать изменения в файле в сорцах будет ли он после билда это изменение в папке метадата в таргете да я это хотел проверить но пока не успел про 2.18 я помню да там не включая помню насчет версии третьего КМЛ я спрашивал разработчиков они какое-то время назад говорили что нет не планируют пока на третий то есть 2.20 какой-то это будет тот куда где видимо мы еще долго будем жить да 2.24 если не ошибаюсь да он уже хороший 2.24 ну он уже скоро Лебеси станет вообще ну он по сравнению с 2.17 2.17 он же вообще 2013 года да да а третий это конечно бомба была бы если бы на него перешли я тоже к сожалению не понимаю почему на третий сразу не перейти видимо объем миграции ужаснул наших разработчиков да да кстати вот был вопрос последний последний у нас в свое время еще есть там еще в общем был вопрос насчет миграции стандартных Camel компонентов собственно вот такой пример допустим если взять Salesforce компонент Camel стандартный у него по умолчанию идет инициализация HTTP клиента в конструкторе консюмера если не ошибаюсь а нет не консюмер а компонент да Salesforce компонент собственно непосредственно основной класс компонента ну по аналогии что у тебя вот например и в CPI как бы в мире такой такой фокус не пройдет потому что проброс информации по логину по сессии должен происходить на уровне либо эндпоинта либо продюсера ну да потому что это нужно ведь на каждый эндпоинт делать свою как бы сессию и как бы поэтому в чистом виде не все компоненты можно будет даже просто обернуть и мигрировать к сожалению ну как бы это ожидаемо было ну да и здесь конечно возникает очень интересная задача когда если нужно учитывать изменения в компоненте от официальной команды Camel и плюс еще изменения кастома внутри организации и потом делать мерш этих изменений то здесь вот начинается веселье ладно в принципе я что хотел задал спасибо большое спасибо интересно очень было с тобой на эту тему поговорить так коллеги что-то еще если пока вопросов нет то следующий наш доклад будет через 10 минут по поводу conversational искусственного интеллекта чат боты в мире саб в 13.30 тогда паузу ставлю паузу и увидимся с теми кто продолжит общение до связи до свидания пишите если что материалы все будут выложены и на гитхаб и в ютуб сможем пообщаться до встречи и Продолжение следует...